Всем привет, друзья! Вы на канале CryptoCommons и хочу поделиться с вами некоторыми мыслями по рынку. Поехали! Ну что, график биткоина выглядит просто ужасающе. Рынок пребывает в фазе экстремального страха. По логарифмическим кривым мы вообще, смотрите, спустились уже практически к нижней части канала, что говорит о том, что действительно это больше похоже уже на медвежий рынок. Да, смотрите, по логарифмическим кривым-то оптический обман возникает. И кажется, что вот этот лоу ниже, чем вот этот, и также этот лоу ниже, чем вот этот, потому что канал растет. Соответственно, да, с точки зрения здорового роста мы очень сильно недооценены. И надо понимать, ребят, что внизу этого канала всегда было отличное место для покупки. Так же, как наверху было отличное место для продажи. Вот, получается, что не было у нас тут еще с вами шпильки, и здесь тоже не было шпильки. Но, возможно, что сейчас будет шпилька вниз, поэтому аккуратней, конечно же, здесь с лонгами. Тем не менее, что я хочу вам сказать. Все напуганы, у всех паника, по всем рынкам идет какой-то коллапс, ФРС там изымает ликвидность, фонда льется, золото не растет, нифига. И биток, смотрите-ка, вроде как, хоть у нас, да, тут есть и повышающиеся пики и минимумы, но, тем не менее, он смотрится уже как в медвежьем рынке. Смотрите, сетка EMA Ribbon на недельке и на дневке, и на недельке. Она также заворачивается в медвежью сторону, и вроде как мы сейчас пойдем переписывать лоу и упадем. Вот, в принципе, я думаю, что большинство сейчас ждут этот сценарий. Но что я тут нашел на графике, чтобы вас подбодрить немножко, и себя тоже, и отфильтровать шум толпы. Смотрите, есть вот такой интересный канал на логарифмическом графике биткоина. У нас с вами образуется примерно вот такой вот каналчик средневзвешенной цены. Канал роста при этом. Обратите внимание, с прошлого дна медвежьего рынка, я думаю, никто не отрицает, что у нас с вами вот отсюда все еще бычий рынок, потому что вот это было прошлое дно, да. Кто-то считает прошлым дном вот это, но не суть. На самом деле это и то, и то, это было двойное дно прошлого медвежьего рынка. С тех самых пор биткоин находится в фазе роста, то есть он с трех с чем-то тысяч улетел на 69 и сейчас корректируется. Так вот, смотрите, вот у нас канал средневзвешенной цены роста, если вы посмотрите. То есть вот этот весь bullrun и dump, он был спекулятивный, pump и dump. Вот этот тоже спекулятивный. А сейчас получается, что мы провалились ниже этого канала, посмотрите. Я, наверное, и так его немного неаккуратно начертил, но суть, я думаю, что вы улавливаете. Вот так вот скорее будет правильно. Суть, я думаю, вы улавливаете, что вот, на самом-то деле биткоин, если бы он спокойно себе рос, то вот примерно так он бы и двигался. И сейчас он вывалился из этого канала вниз. Соответственно, о чем это нам говорит? Что в долгую биткоин сейчас перепродан, и он с высокой долей вероятности вернется обратно в этот канал в какой-то момент. В какой это будет момент, друзья, после капитуляционной шпильки, или сразу сейчас сказать сложно, но на балансе вероятности вот такое движение нас ждет. Поэтому что я сейчас делаю и что я рекомендую всем делать, естественно, дисклеймер. Сами думайте своей головой, но что бы я делал на вашем месте? Аккуратно набирал лонги на спот по любой цене. И на фьючах, если вы торгуете с плечом, в принципе, делал бы то же самое, но еще более аккуратно, потому что, сами понимаете, риск менеджмент. Если вдруг биток упадет сейчас ниже тридцатки, там надо уже подключать плечи агрессивно и все это откупать. Если не упадет, то уже смотреть по ситуации и ждать сигнал подтверждающий. Потому что, конечно, нам по-хорошему надо и развернуть сетку AMA Ribbon здесь в бычью сторону, и закрепиться выше. Но, тем не менее, дно этого канала сейчас находится примерно на 43 тысячах долларов, а потолок на 60. Так что вот эта честная цена между 43 и 60, она постоянно тоже растет, как вы понимаете. Вот, на мой взгляд, куда биткоин должен вернуться в ближайшее время, тем более на всеобщей панике. Опять же, по модели Stock to Flow, все уже забыли, про нее не говорят, но она очень хорошо в долгу отрабатывала всегда. Посмотрите, где мы сейчас. Мы очень далеко от среднепрогнозируемой цены Stock to Flow, то есть мы уже должны стоить больше 100 тысяч долларов. Да, как бы вы скажете, и по цвету этих точек, и по всему, по настроению, по сантименту, мы уже как бы входим в медвежий рынок, и, может быть, мы не дошли до пика в этом цикле. Окей, может быть, но тогда это может быть мини-бычий и мини-медвежий рынок внутри большего бычего. То есть, что я имею в виду на графике, как у нас был в предыдущем цикле, помните, мини-бычий и мини-медвежий рынок внутри большего медвежьего рынка. Да, то есть у нас был такой ложный, скажем, бычий рынок внутри большего медвежьего. Вот сейчас, я думаю, что у нас зеркальная ситуация, у нас ложный медвежий вот этот вот рынок. Кто-то считает вот с этим, но неважно. Все вот это движение – это ложное медвежье движение внутри большего бычьего рынка. И таким образом мы скоро за Тузамуним так неистово, что никто как раз не ждет, все паникуют и продают. Множество людей продали крипту в убыток, о чем свидетельствуют они сами в наших чатах и в комментариях. И вообще столько хейта я давно не припомню. Поэтому, друзья, самая безопасная стратегия – вы просто вспомните себя. Вы хотели вот здесь, когда вы узнали про биток, многие из вас, или вот здесь, и вы думали, блин, дорого, куплю-ка я его лучше по 30. И вот вам дают 30, и вы что делаете, не покупаете? Ну, короче, смотрите сами. В долгосрок это по-любому лонг, поэтому я считаю, что нужно тарить и никого не слушать, кто вам говорит, что там скам, полетим на 15 и так далее. Потом опять же, вот этот график очень хороший делал в телеге сегодня пост. Это лонги на бирже Bitfinex, посмотрите. Или Bitfinex, как правильно, в общем, Финик мы его называем. Лонги на Финики снова экспоненциально растут. А я вам скажу, что лонги на Финики – это не фьючерсные лонги на Binance или там на байбите, которые бреют. Это умные лонги, потому что Финик – это биржа, аффилированная с USDT, Tether, LTD. Это панамский картель. Вы же знаете, что Панама тоже легализовала биткоин. Это панамские бабки, которые, в принципе, имели вообще монополию на манипуляцию курсом Битка до появления Binance и других крупных бирж. То есть там до 2017 года. В принципе, они двигали цену, как хотят. И сейчас тоже, на самом деле, на Bitfinex очень много спуффинга. То есть они двигают ценой биткоина, несмотря на то, что там уже меньший объем. Ну, бирж стала больше, объем размылся, да, в сравнении с предыдущими годами. Тем не менее, они там что-то знают. И когда они лонгуют, как вы можете видеть вот здесь, из графика, это практически абсолютное дно. У нас пока еще может быть не такой всплеск. Может быть, где-то вот здесь. Или вот здесь. Но, по всей видимости, скоро мы увидим это дно, и эти лонги начнут зарабатывать. Потому что, посмотрите, здесь эти лонги зарабатывали, и весь рост они плавно разгружались. Поэтому имеет смысл смотреть за лонгами на финихе. Сейчас все падение, они плавно догружаются. Так что, друзья, скоро по-любому нас ждет всплеск по битку и по альткоинам, соответственно, тоже. По капитализации альткоинов у нас вот такой вот интересный фрактальчик, в котором мы сейчас только-только вышли на новые хаи и ушли в консолидацию. То есть сейчас у нас подходит к концу консолидация, по всей видимости, и ждет новая взрывная волна роста. Что видно на графике эфириум к биткоину, как отметил Бенджамин Коуин, что мы сейчас, возможно, где-то вот здесь. И даже если нас ждет финальная капитуляция, то это будет не что иное, как медвежья ловушка в большем бычьем рынке. По многим альтам к биткоину. То есть, да, обратите внимание, вот у нас была первая волна, консолидация и вторая волна, грубо говоря. Хотя там волновики по элиту нарисуют все пять, но я говорю образно. Волна, как бы импульс. Опять же, вот первый импульс, консолидация. Может быть, у нас и не будет такого жесткого падения здесь. Может быть, мы ограничимся вот этим. Но есть только один способ узнать, как говорится, это дождаться и посмотреть. А так, локально вы просто взгляните на некоторые альточки. Трон биткоин. Трон биткоин вырос со 150 сатоши на 250 меньше, чем за месяц. Почти 2 х дал к биткоину. А так, если отдаляться, то вот он вырос вообще еще лучше. И если вы совсем отдалитесь на нем, понятно, что это связано с тем, что они там сейчас запустили USD, D свой этот стейблкоин и так далее. Но в целом-то давно пора. Если вы совсем отдаляетесь, то увидите, что это еще ничто патрону. Сейчас многие из него выйдут, зашортят, скажут, все, мы срубили 2 х там, даже без плеч, да, кто в плечах там еще больше. А окажется, что он только-только пробьет сейчас вот это свое многолетнее сопротивление, горизонтальное, да, и улетит в космос. И вот это нисходящее сопротивление он, кстати, уже походу пробил. Да, потому что, смотрите, вот это нисходящее сопротивление он как раз уже пробил, чего мы от него долго-долго ждали. Поэтому, друзья, тут дисклеймер, не финансовый совет. Все ссылки в описании. Торгуем аккуратно. Я набрал лонгов на отскок, сижу, жду. Если что, ручной стоп, буду выходить. Я думаю, что вопрос времени пока дэш, к биткоину, лайткоину, все остальное тоже начнет то же самое делать. Так что, ребятушки, торгуем аккуратно, с холодной головой. Candle Wave дал сигнал на покупку вчера, пока не дает сигналов на продажу на часовике. Сидим, ждем, курим бамбук. Подписываемся на наш канал, ставим лайк. Все ссылки в описании. Рабочие обменники, аналитика графики, лучшие биржи, наш Телеграм, полезные видосы. И будьте осторожны. Всем профитролей. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok